Грета Тунберг Грета Тунберг Грета поняла, что вряд ли сможет прожить долгую жизнь и быть певицей или владелицей фермы. Если мир погибнет от глобального потепления, то будущее умрет вместе с ним. Нужно срочно что-то делать. В конце августа Грета устроила одиночный пикет перед зданием шведского парламента. С собой у нее была табличка с надписью «Школьная забастовка за климат». Грета решила, что будет устраивать такие акции каждую пятницу, пока взрослые не поймут, что пора принимать срочные меры для охраны природы. Она призывала правительство Швеции начать выполнять условия Парижского соглашения, принятого в 2016 году. Его главная цель – снижение выбросов углекислого газа в атмосферу и замедление темпов глобального потепления. Парижское соглашение подписали 185 стран. Но выполняют единицы. Темпы повышения температуры продолжают расти. Объемы выбросов углекислого газа в 2018 году стали самыми большими в истории. Действия Греты привлекли внимание благодаря соцсетям. К ней присоединилось несколько школьников. Потом протестующих стало больше, и вскоре подростки из разных городов начали организовывать свои пикеты. В марте этого года полтора миллиона школьников по всему миру вышли на забастовку в защиту климата. За пару дней до этого шведские депутаты выдвинули Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира. 16-летняя девочка стала суперзвездой климатического движения. Она спорит с канцлером Германии Ангелой Меркель. Ее ретвитит бывший президент США Барак Обама, а журнал «Тайм» включил ее в сотню самых влиятельных людей мира. Но сама она считает, что ничего особенного пока не сделала. Грета Тунберг уверена, что главное еще впереди. И совершить этот подвиг придется не только ей, а всем жителям Земли, чтобы спасти свою планету. Милота, годнота и просто классный контент. Подписывайся на Ньюм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова